здравствуйте друзья сегодня у меня вот столько обрезков осталось посмотрите какие ткани нужны однотонные ткани и цветные цвет не имеет значения хоть какие и что мы будем делать сегодня а мы сегодня будем шить вот такие симпатичные салфетки посмотрите какая прелесть новогодние по новогоднему сложены посмотрите разные разные цвет не имеет значения шьются такие салфетки очень быстро и очень просто 5 минут и со салфеткой готова на подарки себе на тарелочки на новый год да и не обязательно новый год у нас елки круглогодично зеленые поэтому на любой праздник на любой даже на завтрак на обед себе можно на тарелочку положить такую салфеточку раскрывается она очень просто вот она две стороны получается двухсторонняя салфетка можно взять одну сторону не хлопок а вот как здесь у меня здесь у меня атлас одна сторона хлопковая и смотрите как нарядно смотрится можно по-разному загладить можно однотонную сверху но я сделал основном цветные сверху вот однотонные несколько штучек в общем начинаем сшить размер салфетки может быть любой какой вы захотите у меня вот ширина вот этого отрезка 19 сантиметров поэтому я буду брать 19 сантиметров откладываете 19 сантиметров и от этой точки откладываете дальше ставите метку ставите метку и так вот дальше дальше двигаете двигаете ставите метку какую вам надо и получится у вас полукруг нам нужен полукруг у меня уже вырезан один полукруг однотонной ткани я сейчас по нему все сведу и не буду ничего отмечать можно один полукруг выкроить и по нему все остальные салфетки выкроить вот так быстро и просто это делается один раз отмерил выкроила одну и по одной по этой все салфетки вот получилось у нас два полукруга теперь находим здесь лицо лицом к лицу складываем и прошиваем по периметру но не прошиваем вот немножко сантиметров пять отверстий чтобы для выворачивания почему я здесь делаю отверстие потом расскажу прошиваем отсюда не доходим оставляем место для выворачивания я прошила оставила место для выворачивания теперь надо на скруглениях сделать надрезы не доходя один миллиметр до строчки аккуратно будьте можно воспользоваться ножницами зигзаг и вот здесь все это обработать и тогда салфетка вывернется очень аккуратно а вот эти я оставляю обрезки они какие красивые на пиццу куда-нибудь когда-нибудь пригодится мне все все теперь выворачиваем салфетку сейчас расскажу для чего это отверстие почему именно здесь не здесь не здесь не здесь сейчас покажу уголочки вот эти можно срезать выворачиваю аккуратненько помогайте себе палочкой немножко вот здесь вот разравнивать салфетка очень просто шьется очень просто обычная салфетка с подворотами сложнее шьется пока есть уголки сделаешь а это вот прошил вывернул отгладил можно было наизнанке отладить но я вот забыл этот момент те салфетки которые я шил я отложил вперед с изнанки а потом с лица вот здесь все выправляем эти шовчики расправляем хорошенько уголочки выворачиваем помогаем иголочкой аккуратно чтобы не порвалась так вытягиваем чтобы уголок был остренький и вот так всю салфеточку проходим затем будем гладить здесь делаем внутрь и сейчас прогладим все это дело очень удобно гладить на мини доски вот на такой сделайте себе и будете счастливы так удобно раз подложил и ничего нам нам не надо никакие одеялки не складывать и доставать доску владельную что теперь делаем теперь вручную прошиваем вот это отверстие которое мы оставили прошиваем потайным стежком берем миллиметрика два с одной стороны два с другой можно вот так подряд идти можно по одному стежку вытягивать как вам нравится больше мне нравится когда несколько делать можно за раз побыстрее дело идет тогда можно по идее по периметру сделать строчку от строчку но я не хочу этого делать а просто вот эти отверстия все зашила вручную прячем хвостик куда-то в глубь вводим все наш салфетка готова теперь нам надо красиво сложить ее а как складываем как вы хотите чтобы ваша елочка была вот так или вот так сложено так и складывается я буду делать вверх цветной вот такой разноцветной однотонный будет внутри берете вот примерно на одну третью складывается и вот так гармошкой собирается несколько слоев получается у нас выравниваете хорошенько и отутюживаете можно сложить поуже и она будет длинная высокая ель у нас такая вот такущая длинная тоненькая стройная ель получится посмотрите здесь покрасивее сложить и такая вот стройная длинненькая ель но у нас вот такая обычная средняя получилось если верх у нас разноцветной значит и нижняя вот это вот юбочка должна быть разноцветной и вот складываем вот как вам удобнее так и складывается выравниваем вот здесь слои все чтобы было ровненько все и вот получается разноцветных у нас 1 2 3 4 слоя однотонных 3 вот такая елочка и все заутюживаем и вот так заставила натюгом чтобы елка у нас приняла форму определенную нужную нам с изнанки можно прогладить все наша салфетка готова утюг выключаем не забываем и вот такая красота посмотрите ну что я должна вам сказать для чего это отверстие почему именно здесь надо оставлять но если вам это надо мне в этот раз на не надо я уже шила такие салфетки именно тем способом я вставляла вот сюда в это отверстие стволик берете полоску сшиваете выворачиваете и вставляете вот в это отверстие которое мы зашивали вручную вот этот стволик и вот вам елка настоящий со стволом посмотрите какая красота как вам когда вшиваете внутрь когда все это наизнанку лежит и мы сшиваем эти два полукруга и внутрь вкладываем вот этот стволик то бывает что-то как-то косо и некрасиво или сюда сдвинешь или сюда сдвинешь в общем не определиться поэтому я предлагаю вам не прошивать вот именно вот в этом месте чтобы потом вложить вот этот стволик и пришить вручную или машинкой можно застрочить как вам удобнее будет вот такие салфетки девочки шейте своим друзьям знакомым радуйте салфетки необычные смотрите какие они красивые посмотрите необычные все будут шокированы вашими подарками приятно шокированы вот посмотрите красота я уверена что все те кому вы подарите салфетки будут очень довольны и удивлены такими салфетками на сегодня это все пишите комментарии ставьте лайк если вам понравился моя идея делитесь своими друзьями соц сетях поддержите мой канал таким образом он развивается всех наступающим новым годом настроение вам новогоднего зимнего здоровья крепкого и всего самого доброго до встречи